привет это последняя запись курса повествования связанного с написанием тестов с помощью селениума и пайтона для юзер интерфейса нашего сайта демо кей спасибо за то что были со мной и хочу сказать что это был очень интересный для меня опыт надеюсь для вас тоже в особенности я надеюсь что он был для вас полезен потому что мне важно сделать именно полезный продукт поскольку одна из первых мотивации которыми толкнул на то чтобы сделать что-то подобное это моем случае когда я пытался найти какой-то пример pet pet проекта для автоматизации тестирования мне было несколько сложно и в русскоязычном сегменте я не нашел таких материалов вот поэтому я решил сделать его самостоятельно для того чтобы поменьше возникало таких ситуаций я благодарен всем кто подписался на мой канал кто ставит лайки пишет комментарии вы можете написать еще и в telegram чат подписаться на телеграм-канал и там можно пообщаться я думаю что мы прошли через многое конечно мы написали не прям много тестов всего 46 но за это время мы попробовали разные технологии которые часто используются в автоматизации тестирования по крайней мере это отличный базис для того чтобы продолжить и на основе этого уже развиваться дальше я искренне рад и надеюсь что моё мой курс повествования сможет помочь вам немножко развиться глубже и дальше в профессии которую вы осваиваете или в тех технологиях которые вы осваиваете вот а если вы впервые на моем канале попали на это видео то рекомендую вам посмотреть весь плейлист сначала или хотя бы посмотреть видео про лог где я подробно рассказываю о том то это за плейлист и немножко о том кто и такой вот всем спасибо еще раз надеюсь мы увидимся в следующих видео на следующие возможные курсы повествования связанные с api или с мобильный с тестированием мобильных приложений но сейчас нам пришло время немножечко сделать в смысле обучение паузу и привести свои мысли порядок поскольку работа проделана достаточно серьезная и для того чтобы эта информация улеглась необходимо немного отдохнуть вот поэтому выпейте чай кофе и обязательно возвращайтесь